МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа Дом Дружбы. Вначале коротко о главных темах. Экзамен для иностранцев по-русскому. Что требуется знать? День у Астерджи. Славим небесного покровителя осетинских воинов и путников. Все на Чуклеме. Отметим один из самых торжественных и знаковых событий в жизни чувашского народа. Как формировалась многонациональная губерния? Заглянем в историю. Чтобы получить разрешение на работу, на временное проживание, либо вид на жительство, иностранцы должны пройти комплексное тестирование. Проверить свои знания по русскому языку, истории страны и основам законодательства. И сделать это в специализированном учебном центре. Иностранец может прийти к нам и получить бесплатную консультацию по средам. Каждую среду с 9 до 10 к нам приходят люди, которые хотят понять, что за экзамен, каков их уровень, нужна ли им предварительная подготовка. Затем они могут учить русский язык и они могут сдать различные экзамены. При этом иностранцы, желающие получить гражданство Российской Федерации, сдают только экзамен на знание языка. Он включает в себя один модуль «Русский язык», который состоит из пяти субтестов, как практических, так и теоретических. Это большой трехчасовой экзамен по русскому языку, где они читают, пишут, говорят, выполняют тестовые задания. Перед каждым тестированием для соискателей проводится вводный инструктаж. Предоставляется вся необходимая информация по предстоящей процедуре. Правила проведения теста достаточно жесткие. Не допускается использование каких-либо электронных гаджетов, словарей и прочих вспомогательных материалов. Работа считается выполненной, если тестируемый набрал не менее 70% правильных ответов. Сейчас, конечно, преимущественно это Украина. Очень большое количество граждан Украины, которые хотят получить тот или иной документ, разрешение на проживание, на жительство или гражданство. Это Узбекистан, Таджикистан, но периодически появляются дальние зарубежья, скажем, итальянцы, сербы, болгары, поляки. Как отмечают специалисты, полученные знания пригодятся иностранцу не только для сдачи экзамена, но и в повседневной жизни. В осетинском религиозном календаре много праздников, но, пожалуй, один из самых любимых и почитаемых – День Святого Уастерджи. Какие желания загадывают в этот день осетины, расскажем далее. Ко дню Святого Уастерджи тщательно готовятся все осетины. По традиции, накануне праздника совершается обряд жертвоприношения. Вместе с мясом к праздничному столу также подаются три пирога, называемых молитвенными. Праздник Святого Уастерджи не случайно отмечают осенью. К этому времени завершается уборка урожая, и осетины могут уже спокойно распоряжаться плодами своего труда. Уастерджи занимает особое место в понтоне осетинских святых. Со временем он стал ассоциироваться в осетинской народной традиции со святым Георгием. Мужчины, путники, обездоленные воины – каждый человек мог обратиться к святому Уастерджи в своих молитвах. И он всегда помогал нуждающимся. Никто не говорит там «мама», никто не говорит «папа». Говорят, Уастерджи, помоги. Если человеку тяжело, во время войны даже люди в окопах говорили «Святой Уастерджи, помоги». И он помогал. А уже за праздничным столом второй тост непременно произносят во славу покровителя мужчин Уастерджи. Женщины ранее не участвовали в праздновании, но сегодня они также отмечают его вместе с остальными. Правда, за отдельным столом, так как Уастерджи является небесным покровителем мужчин. Кстати, осетинкам запрещено произносить имя святого, как нельзя произносить имя свекра, супруга, девери и старших мужчин фамилии. Это праздник национальный, божественный. Все, что было до этого плохое, всегда, вот как на Новый год, старались, чтобы до этого все плохое осталось. До Джиоргуба и после Джиоргуба, чтобы было все хорошее. Всегда загадывают какие-то желания, все, чтобы было в будущем хорошо. В губернии этот старинный праздник уже давно стал общенациональным. Поздравить своих друзей осетин пришли представители многих национально-культурных центров. У каждого народа, так же, как у русского, у осетинского, как сегодня мы с вами можем наблюдать, у чувашского народа, который недавно прошел, есть традиционный праздник именно подведения итогов уходящему году. И, как правило, это праздник урожая. Так же, как и в новогоднюю ночь, осетины сегодня загадывают желания. И, в первую очередь, хочется и пожелать и самому себе, и всем, и осетинам, и всем людям, всех народов и всех национальностей, в первую очередь, мира, добра, здоровья и благополучия. Эти дни испокон веков считались днями свадеб. Две недели следующие за началом праздника посвящались исключительно сватовству и свадьбам, ибо брачные узы, заключенные в этот период, приобретали особую прочность. Ознакомилась молодежь нередко во время танца симп. Величественный, грациозный, парный, массовый танец симп. В этом танце только благородство и достоинство. В старину юноши и девушки не могли открыто заявлять о своих чувствах, но, встречаясь в танце, влюбленные могли незаметно шепнуть о своих чувствах. И каждый парень стремился попасть в пару с той, которая ему нравилась. По традиции, в разгар праздника осетины тянут жирея без записки с именами сородичей и выбирают тех, кто в следующем году станет ответственным за проведение торжественного праздника в честь святого у Астерджи и дня, когда в каждом доме возносятся молитвы за мир, благополучие и единение осетинского народа. С надеждами на новый урожай и на все лучшее переходим к следующему сюжету. Пятый межрегиональный фестиваль искусств запомнился гостям ароматными душистыми яблоками, аппетитным караваем и душевными народными песнями. Лейтмотивом фестиваля искусств стал календарный чувашский праздник урожая Чуклеме. Собрав хлеб, чуваши всем миром отмечали окончание осенних полевых работ, накрывали столы, пекли душистой кровать и звонкими песнями славили труд хлеборобов. Каждый год Чуклеме в Самарской области проходит в разных местах. Нынче его встречает Волжский район губернии. Сюда на праздник приехали фольклорные коллективы из Пензы, Ульяновска, Татарстана, Башкортостана и, конечно, Чувашии. Приехали со своими национальными блюдами, ремеслами и обрядами, главный из которых сам Чуклеме – обряд благодарения земли за урожай. Проводит обряд Чуклеме специально приглашенный на этот праздник уважаемый человек – старец Александр Гаврилович Пешне. Волнуюсь. Я сколько бы раз я не выходил на сцену, все равно волнуюсь. К Чувашим я отношусь по матери, по отцу где-то французская линия прослеживается. Приехал я из Симирска. В этот день Чуваши освещали урожай, кланились земле, поминали усопших и благодарили предков. Фольклорный коллектив «Теле» из Похвестневского района губернии привез на фестиваль задорные чувашские песни. Те, которые еще мамы и бабушки пели. Настроение у нас сегодня отличное. С утра пораньше встали, приехали, дорога дальняя, первыми приехали. Праздничная. Мы готовы продержаться до конца, выступить, все призы забрать отсюда. Мы еще на печке смотрели, как наши бабушки, именно обязательно у бабушки. Этот праздник начался у старых людей, потом ходили родственники по старшему сыну, среднему, дальше, дальше ходили по домам. У всех отмечали это. А какие песни звучали в этот день? Я как сама запомнила, бабушка всегда у нас пела песню, около стола стояла и пела. «Ангай, квагалши в херне, ангай, квагалши в херне, переуруе венете, претепещу холать». Как известно, Чуваши не только хорошие земледельцы, но и мастера на все руки. Воспитанницы Чувашской воскресной школы и Центра детского творчества «Восход» изучают секреты национальной росписи. В Чувашской росписи самое главное – это не круглые концы. Национальная роспись считается одной из жемчужин Чувашского народного искусства и вызывает искреннее восхищение. Здесь, конечно, геометризированность элементов, очевидно, основана на вышивке. В вышивке мы видим очень много геометризированных элементов. И здесь в Чувашской росписи мы видим то же самое – это ромбы, это треугольнички, это всевозможные квадратики. То есть то, что мы видим в вышивке, то мы видим и в росписи. Каждая из росписей, в общем-то, несет пожелания добра, пожелания любви, пожелания всего доброго на свете. На протяжении всего праздника звучали самые добрые пожелания. Гости не скрывали своих эмоций и благодарили за праздник. Очень яркие краски, как будто мы не на Средней Волге, как будто это народ не со Средней Волги, а тут с юга, где яркое солнце, яркая зелень. Это очень греет душу. Прекрасные костюмы, прекрасные песни, неподдельный энтузиазм. И это так заражает. Но уже сегодня с полной уверенностью можно говорить о том, что праздник Чуклеме на Самарской земле становится традиционным. Население современной Самарской губернии изначально было многонациональным и многокультурным. Как приходили сюда разные народы, расскажем далее. Население Самарской губернии, в состав которой входило 7 уездов, Бугульминский, Бугурусланский, Бузулукский, Самарский, Ставропольский, Николаевский, Новоузенский, не было коренным. Оно формировалось на протяжении многих лет. От присоединения Поволжья к России в 16 веке до начала 20 века. Вместе с русским населением здесь селятся мордва, татары, чуваши, башкиры. Для всех народов, которые сюда приводят, приходит, это была территория как бы свободная, поросшая земля, дикое поле, как тогда писали. И всю эту территорию становится для всех этих народов как бы общей родиной. Вот если мы с вами говорим о Казанском крае сегодняшней, Татарстане, да, или территории Чувашии, Мордовии, это территория, где исконно жили вот эти народы. Они были первыми. Ну, до них жили какие-то, по крайней мере, очень долго. То наш Самарский край, да и в значительной степени Ульяновский, вот, это территория, где все это население приходит, осваивает совместно, живет через Поволженностно. Даже иногда возникают селения, где часть мордва, часть русские и так далее, ну, локальными таким районами. То есть это край, где население обретает себе родину. В 18 веке сюда пытаются поселить калмыков, а вслед за ними на Волгу стали активно переселяться немцы. В 19 веке на территории Самары поселилась сосланная польская интеллигенция. 19 век, южная часть Самарской, не область, а губернии, это любимые территории для поселения из Курской, из Тамбовской, из Воронежской и так далее. Здесь вот одни названия деревень наших, в Большечерниковском, Большекушетском районе и так далее, они даже говорят, Тамбовка, там или Пензятка какая-нибудь, или еще какие-то кучи селений, вот таких вот самых различных, поток переселенцев идет мощнейший. Так, шаг за шагом, к началу 21 века Самарская губерния стала многонациональным регионом, в котором каждый народ занимает определенное пространство, вносит свой вклад в экономическое и культурное развитие региона. Увидимся через неделю. Желаю вам всего самого наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова